Здравствуйте, меня зовут Гульнас, я преподаватель онлайн-школы Шития Бесплог. В этом видео вы узнаете, как легко и просто обработать карман в боковом шве. Кстати, его можно обработать не только в боковом, но и в рельефном шве по передней половинке изделия. Представим, что в этой части изделия вот здесь располагается боковой срез и, к примеру, именно по боковому срезу мы запланировали карман. Как правило, к боковым срезам мы оставляем определенные припуски на швы, к примеру, полтора-два сантиметра. Но если мы планируем обрабатывать карман в боковом шве, нам необходимо боковой срез скроить с припусками на обработку кармана. Это примерно 3-4 сантиметра. Таким образом, у нас будет цельнокраенный припуск на обработку кармана. Если вы уже раскроили изделие и по боковым срезам вы оставили обычный припуск на шву в полтора-два сантиметра, то в этом нет ничего страшного. Вы можете обработать карман с отрезным припуском. То есть вам необходимо будет просто прямоугольник, который мы сейчас достроим, скроить отдельно и приточать к боковым срезам. Итак, я краю деталь с цельным припуском на карман, поэтому от самого среза откладываю 4 сантиметра и очерчиваю линию бокового шва. Теперь нам необходимо определить место входа в карман и длину кармана. Можете определить это на своей фигуре, на каком уровне вам было бы удобно ввести руку в карман. К примеру, определили верхнюю границу, обозначим длину кармана. Для этого приложим ладонь в полураскрытом состоянии, то есть так, как ей было бы комфортно. И в этом месте обозначим нижнюю границу кармана. Теперь к полученным линиям мы откладываем припуски на швы. Достаточно будет оставить полтора-два сантиметра. И лишнее срезаем. Вот такой прямоугольник припуск на карман у нас получился. Он цельный. Именно такой прямоугольник вам необходимо будет скроить дополнительно, если боковые срезы у вас уже скроены и припуски остались минимальными. В целом результат будет тем же. Также для обработки кармана в боковом шве нам потребуется подклад. Небольшой отрезок дополнительной ткани подклада. Кто-то называет ее мешковиной. В двух экземплярах, также как и основной детали, мы просто прикладываем ее, выравнивая срезы входа в карман и с верхней границей. Далее для того, чтобы определить форму кармана, мы можем снова приложить ладонь. Просто представим, как будто вложили руку в карман и просто обвести вокруг ладони по подкладу. Обозначили нижнюю границу кармана по подкладу, также как и по основной детали. И далее просто вырезаем подклад в два слоя, то есть две детали сразу. Длина среза совпадает. Для удобства я одну половинку обозначила как переднюю половинку изделия, а вторую деталь как заднюю половинку. Так вот, по передней половинке изделия нам необходимо будет продублировать полоску шириной примерно 1-1,5 см, а длиной равной длине входа в карман, включая припуски. Мы прикладываем дублерин прямо к линии бокового шва, а по задней половинке нам потребуется продублировать больший участок. Это весь припуск на обработку кармана плюс еще 2-3 см за пределами бокового шва. Продублировали участки и можем прикреплять детали подклада. К лицевой стороне изделия прикладываем лицевую сторону детали подклада и соединяем их по срезам входа в карман. Далее нам необходимо дать строчку на 1 см вдоль каждого среза. Далее строчку по передней и задней половинке. Раскрываем деталь подклада и хорошенько утюжим поверх подклада. Кстати, срезы с изнанки должны быть направлены в сторону подклада. Ни в коем случае не в сторону основного изделия. Иначе мы создадим излишнюю толщину. Ну что ж, обе половинки готовы. И теперь мы можем присоединить их друг к другу лицевыми сторонами. Закрепляем боковые срезы и срезы кармана. И после этого нам необходимо дать строчку по боковому срезу. Далее заходим на 1,5-2 см за пределы среза кармана. То есть спускаемся вниз до уровня входа в карман. И здесь стоит сделать закрепку. Поворачиваемся на 90 градусов в сторону кармана. И здесь снова можно сделать закрепку. После просто строчим по всей длине округлых срезов кармана. И когда доходим до линии бокового среза, можем снова сделать закрепку для прочности. Затем поворачиваемся на 90 градусов. Уже к боковому срезу и снова делаем закрепку. И спускаемся вниз до уровня низа изделия. Таким образом мы единой строчкой прострочили, соединили боковые срезы и срезы кармана. После этого раскроем переднюю половинку и хорошенько поутюжим вход в карман. Разумеется, если мы делаем это по лицевой стороне, мы используем проутюжник. И будьте уверены, что карман прилегает к передней половинке для того, чтобы все было правильно. В результате мы получили аккуратный карман с незаметным входом. В чем преимущество того припуска, который мы оставляли для входа в карман? Когда карман немного раскрывается, мы не видим сразу же деталь подклада. А благодаря такому способу все получилось очень эстетично. И сам карман не создает излишней толщины, потому что мы накроили его из тонкой подкладочной ткани. Ну и что касается обработки срезов. Если вы шьете изделие не на подкладе, то вам потребуется срезы обметывать. И обметка срезов должна производиться также поэтапно. К примеру, мы притачали вначале деталь подклада к срезу входа в карман и после этого сразу же обметали срезы. Далее мы соединили детали передней и задней половинки по боковым срезам и срезам кармана. И сразу же после этого обметали срезы. В таком случае все открытые срезы кармана и самого изделия будут обработаны. На этом все. Карман готов. Еще больше полезной информации вы сможете найти на странице в Instagram bespoke.ru. Я желаю вам хорошего дня. До встречи. Пока!